Для них этот день как второй день рождения. Пострадавшие и чудом выжившие в страшной катастрофе под Сретенском понемногу отходят от шока и возвращаются к жизни. Первых спасенных из искореженного автобуса пассажиров доставляли в Шилкинскую центральную районную больницу. Она – ближайший от места аварии травмоцентр второй категории, в котором есть все необходимое для оказания медицинской помощи даже после самых страшных ДТП. Вчера в 16.30 мне поступил звонок от директора медицинских катастроф Долгова Руслана Валерьевича, что в районе Куинги, речки Куинги, в Сретенском районе произошла авария. Перевернулся автобус с сорока пассажирами. Я дал команду, чтобы все выехали специалисты, травматологи, хирурги, реаниматологи, узкие специалисты, другие вспомогательные службы. Параллельно была развернута вертолетная площадка. И уже пол шестого поступил первый пациент. Он доставлен попутным транспортом. Вот ему была оказана помощь. И примерно через час поступили еще шесть человек. Тем самым первым пациентом оказался Евгений Григорьев. На злополучном автобусе он ехал в Читу решать срочные дела. В этот день, говорит он, как назло не оказалось мест на такси. Обычно он пользуется услугами частных извозчиков. И в первый раз в жизни ему пришлось купить билет на туристический автобус. За нос пошел автобус. Все, я только думал, сейчас на бок лягет. А потом раз, и он полетел с моста. Я-то не слышал, чтоб выстрел-то был. Но я говорю, я спал. Я только проснулся, потому что рев заревели пассажиры. Я видел вытаскивание людей-то. Но я сначала думал, что просто. А потом смотрю, мы умерли. Потому что прямо на льду лежали. В больницу Евгения увезли жена и сын. Он позвонил им, как только выбрался из автобуса. Вспоминает, на тот момент известие о ДТП для родных не стало новостью. То это быстро распространилось. Я им только звоню, а им уже кто-то сказал. Там уже караул. Там народу понаехало. Там и так по трассе шел. Останавливаются, сразу бегут, помогают. Вытаскивают. Вместе с Евгением ехал его знакомый. Сосед по двору и ветеран полиции Александр Турков. В Чите он должен был пройти обследование у кардиолога. Но с людьми в белых халатах ему пришлось встретиться гораздо раньше. Я-то в глубине, там в салоне сидел, что-то взгляд так вверх поднял. Уже на мосту, мы поперек моста. Автобус находится и полетел туда к низу уже. Ну, как с моста. Я вот успел в проход этот. Сам-то спрыгнул и в проход упал. И все. И дальше уже внизу кувыркались, кувыркались, оказались под мостом. И потом стекла-то вылетели, я вылез. Несмотря на случившееся, водителя и технику Александр не винит. Говорит, что от случая никто не застрахован. Билеты купил на газель. Но еще до последнего дня переиграли. Выходной типа сделали. И пришлось покупать на автобус. Ну, не знаю. Как-то где-то ездят. В общем-то, хвалили. Нормально. И тут он, я бы не сказал, что он летел или что. Нормально ехал человек. Всего в Шилкинскую больницу после ДТП доставили семь пострадавших. Состояние двух из них на начальном этапе оценивалось как крайне тяжелое. Одному из пациентов шилкинские хирурги провели операцию на головном мозге. В режиме видеоконференции им в этом помогали специалисты из института имени Бурденко. Благодаря этому состояние пациента удалось стабилизировать. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Значит, учитывая вот эту всю ситуацию, сегодня прилетает у нас санавиация. Значит, мы будем решать вопросы о транспортировке больных в краевую клиническую больницу. Анна Хвостова, Максим Лобачев. Время новостей. Анна Хвостова, Максим Лобачев.